В эфире программы Actors Talk и сегодня у меня в гостях Дмитрий Глуховский, это писатель, журналист, киносценарист. Дмитрий на самом деле уникальная личность, потому что к своим 40 годам он успел сделать настолько много, что, честно говоря, я не ожидала. Мои ребята подготовили мне материал, и здесь написано, помимо того, что Дмитрий автор трилогии романов «Бестселли» в апостопокалиптическом мире «Метро» 2033-34-35, но обладатель премии у Topels в номинации «Лучший роман в жанре фэнтези», роман «Сумерки». Вот я познакомилась с Дмитрием в Доме литераторов, когда он как раз презентовал свою книгу, и моя знакомая, которая пригласила меня на это мероприятие, рассказала мне о том, что это очень талантливый сценарист, и совершенно не рассказала о том, насколько это величайший режиссер, не режиссер, а писатель и журналист, который побывал в горячих точках, об этом мы сейчас вместе с ним поговорим, я совершенно этого ничего не знала, поэтому сегодня с Дмитрием буду общаться так, как будто бы это впервые, я вижу, что он уже к нам присоединился. Вот, и на самом деле самым основным для меня интересом стала именно сценарическая часть работы Дмитрия Глуховского, потому что, ну, все, кто в мире кино тем или иным образом как-то связан с миром кино, понимают, что в наше время очень редко встречаются хорошие сценаристы, и я посмотрела фильм «Текст», и, конечно, очень сильно порадовалась, потому что фильм, во-первых, и идея, и сам фильм, и сценарий получились потрясающими, я вижу, что Дмитрий уже к нам присоединился, сейчас я его приглашаю, Дима расскажет нам о том, как проходит карантин, может быть, поможет, даст нам какие-то советы о том, как проводить свое время, возможно, уже какие-то идеи к следующим экранизациям. Дмитрий имеет цитаты. Сегодня в Actors Talk, и я ожидаю твоего появления. Привет! Привет! Привет, как говоришь? Привет, привет! Спасибо, что присоединился. Дела хорошо, дела очень активно. Ты скажи, ты в Испании или в Москве уже? Как проходит твой карантин? Алло, алло, ты здесь? Я вернулся, я вернулся, да, я здесь. Как я, вот я только что до этого сказала о том, что, вот смотри, мне мои ребята подготовили материал, Дмитрий, я вот не знала, смотри, за три года работы на Russia Today вы объездили полмира, побывали на космодроме Байконур, в зоне, значит, отчуждения Чернобыльской АЭС, также на Северном полюсе, откуда в июле 2007 года совершил первый в мире прямой телерепортаж. Работал радиоведущим на станции «Маяк» и так далее и тому подобное. Ну, это потрясающе, честное слово. Я вот в восхищении, каким образом ты полюбил слово и вообще начал писать, заниматься журналистикой? Расскажи вот немножко об этом, а потом мы поговорим про карантин и как ты его переживаешь. Ну, вообще, я с детства хотел писать, и отец у меня журналист, и, значит, не только журналист, но еще он и поэт, теперь уже поэт сейчас официально, а до этого он был переводчиком сербской поэзии на русский язык. И я, в общем, вырос в доме в маленькой такой квартирке, 50-метровой в панельной 16-этажке, где на кухне всегда, значит, сидел мой папа, и в клубах сигаретного дыма на этой 6-метровой кухне, вместо того, чтобы со мной заниматься и играть, он печатал напишущие машинки. Вот, и я, соответственно, как бы под воздействием этого образа тоже рос, и мне тоже хотелось обязательно кем-то таким стать. А дедушка мой, который был в свое время главным художником журнала «Крокодил», он не влезал из поезда, то есть он, поскольку был фактически главный редактор по художной части, этого журнала, он мог сам себе назначить командировки. И он назначал себе командировки везде от Камчатки до Чукотки, значит, от Аджикистана до, не знаю, там, Азербайджана, в общем, объездил весь Советский Союз и соцлагерь, и привозил отовсюду какие-то невероятные истории, и какие-то, значит, артефакты, не знаю, там, моржовый бивень, какие-то, значит, какие-то среднеазиатские блюда медные и так далее, которые висели там на стене. И, в общем, я вот по всем... Он придумывал истории под это, вот привезет какую-то интересную штуку и расскажет какую-то фантастическую историю, да? Здесь они чуть на Памире, в Таджикистане, не упали в пропасть, значит, там он мне рассказывал, как собаки, как, значит, собаки, это отдельная цивилизация на Чукотке, как они, как у них иерархически выстроены группы, и что, значит, еще при советской власти Чукчи, например, душили своих стариков, то есть они не дожидались, пока старики умирали, они специально, значит, сын, мама у кожаным ремешком, и приходят, ну, и, как бы, типа, пора пожила, и хватит. А они как-то прощаются, предупреждали, предупреждали, предупреждали. Ну, видимо, как-то прощаются, да, надо у девушки уточнить, он все еще жив, и вот... Типа, мамуль, я уже вижу, что три дня тебя осталось, давай... Да, что тебе пора. Нет, ну, и самое главное, что советские органы внутренних дел, милиция никогда не фиксировала это как убийство, то есть это, ну, традиции, традиции такие, у Чукчи, не будем вмешиваться. Вот, ну, это есть масса всяких историй, это только там пару примеров. Я, конечно, под влиянием всех этих историй рос и формировался, и мне всегда было дико интересно вырасти и тоже вот какую-то такую профессию, связанную, с одной стороны, с работой со словом, а с другой стороны, с репортерской деятельностью какой-то освоить. Чтобы увидеть то, что рассказывали родители, да, и когда тебе рассказывали истории, ты все это визуализировал, про правовый, да, перед собой, это превращалось, в общем, в какой-то фильм из истории в твоей голове, верно? Ну, я думаю, что частенько я себе это представлял себе более, значит, интересно и красочно и изящно, чем это потом оказывалось на самом деле, но да, конечно. Ну, плюс у дедушки моего, он в то время был, как я сказал, уже достаточно видным деятелем карикатурного дела, и он, значит, будучи художественным руководителем главного карикатурного журнала, на деньги которого кормилась газета «Правда», потому что «Правда» заставлял людей покупать, а «Крокодил» выходил три раза в месяц и десятимиллионным тиражом его полностью сметали, вот, он принимал у себя еще, например, карикатуристов из других стран, стран соцлагеря, значит, это Германия, там, Польша, Куба и так далее. И пару раз я вот на таких, значит, тусовках у него дома, в арбатской квартире присутствовал, где все люди дуэли на разных языках, и это мне тоже, мне кажется, дало желание посмотреть мир и завести себе друзей в других странах и выучить иностранные языки. В общем, мне кажется, что это какие-то такие три основные, вот постфактуме я так это вижу, три основных каких-то моменты, которые мне дали возможность вот двинуться в том направлении, куда я двинулся. Я помню, что мы общались с тобой как раз, и я спрашивала у тебя, да, как, ну, любой бы человек с самого начала бы спросил, каким образом тебе пришла идея сотворения целого мира в виде трилогии, которую ты написала, которая во всем мире настолько прогремела. Я помню, что ты рассказала, что это началось с самого детства, когда вы с друзьями, да, какая была идея, и вот все вместе с тем, что рассказала ты сейчас про дедушку, про ваши какие-то необычные посещения, мероприятия, вместе с этим другом, все это вот как-то, да, стало подводить тебя к мысли о создании этой книги, или это все равно является, да, частью, да, и всех остальных каких-то историй. Ну, но, что касается именно метро... Здесь мы здесь, у меня просто периодически связь срвется, но я переподключился. Что касается именно метро, то ситуация была такая, что, конечно, в первую очередь это связано с тем, где я жил, где я родился, я москвич, но при этом школа моя находилась на Арбате, французская школа, ну, специальная школа с углубленным изучением французского языка, а сам я жил сначала с родителями в Строгино, то есть далеко достаточно, это час с лишней езды там на метро, с пересадками, на автобусе, потом мы переехали на ВДНХ, это тоже, то есть я остался в той же школе, и я с 10-летнего возраста, школа для меня, само по себе, это была часть ежедневного какого-то моего ритуала, то есть я час с утра в нем проводил, час я проводил после школы, я там знал все закоулки, знал, как правильно забежать в поезд, как обойти очередь на эскалатор, значит, я знал, что на моей Тагасской Краснопрестной линии... Как зайцам проскочить, да? Да, ну, зайцам там было трудно проскочить, но были лайфхаки, вот, и как, например, можно будет, значит, на Тагасской Краснопрестной линии, которая всегда перегружена, чудовищная давка там была, можно поджать ноги, и если у тебя ноги устали повисеть, просто тебя сжимают люди, ну, ребенка с портфельем со всех сторон сжимают, ты, в общем, висишь, болтая ножками, ноги отдыхают за время. Да, я только что сказала, что в Питере также проходили зайцы, я ездила в Агановское училище, также метро было частью жизни, ты сейчас очень хорошо напомнил те события, у меня был выход такой, я к кому-то присоединялась и проходила вместе с человеком. Вот, всегда можно было найти какие-то, да? моменты. Ну, вот и после нескольких лет пользования метро, я, собственно, услышал вдруг, там, прочитал или где-то увидел в пост перестроечной, еще свободной пока, на тот момент прессе российской, о том, что Московское метро, на самом деле, это самый большой в мире противоатомный бункер, и тут, конечно, моя фантазия уже разыгралась не на шутку, потому что всякие фантастические книги, связанные со сценариями того, что будет после, там, недельной войны, например, они всегда мне нравились. И вот я представился, а что, если это, ну, строится такой своеобразный ноев ковчег на случай судного дня, на случай, там, нового потопа какого-то, да? А что, если все это происходит? Что, если эта война, для которой все это готовилось, действительно случается, и люди, вот, вынуждены по-настоящему существовать в Московском метро, но только не неделями, как это планировалось, а всегда теперь? Что, ну, и что, если они под Московское метро будут вынуждены перестроить свою цивилизацию всю с нуля? Конечно же, она будет повторять старую. А дальше дело в том, что я, ведь, ну, мое отречество, скажем так, пришлось на распад Советского Союза. То есть, когда Советский Союз развалился, мне было 12 лет, и все, что случалось дальше с ним происходило, то есть, это, ну, скажем так, потеря понимания того, куда мы движемся, да? То есть, ну, да, при Советской власти так или иначе был у людей некий навязанный им консенсус, что они строят коммунизм, они здесь стараются, вот они, все жертвы, которые они приносят сами в виде лишений, и те жертвы настоящие, которые принесли их отцы и деды, там, деды на войне, отцы, там, в послевоенное время голодные и так далее. Все это нужно для того, чтобы в итоге мы построили более справедливое общество у себя и во всем мире. Потом тебе в 91-м году говорят, ребят, забудьте, а вы даже делайте, что хотите. И вот население Советского Союза совершенно потерянное, не понимая, что дальше, у них был план какой-то на будущее, видение смысла жизни, существования и понимание вообще, ради чего были все эти там их страдания, лишения и мучения. Потом говорят, ребят, это все была шутка, теперь делайте, что хотите, а мы, как бы, займемся своими делами. Представления о прошлом тоже оказались совершенно ошибочными, о Великой Октябрьской социалистической революции, о том, кто начал и по какой причине Второй мировой войну и так далее. Ну и просто элементарно стала разваливаться жизнь вокруг тебя. Перестали ремонтироваться дороги, дома, все стало рушиться, люди перестали получать зарплату, предприятия закрылись, пенсия отменилась, сгорела, то есть все, реально жизнь на руинах. И я, мне кажется, просто вот запараллелил существование в Советском Союзе России, постсоветской, с жизнью в мире после ядерной войны. То есть такая жизнь на руинах мира. Вот. И дальше метро 2033, по большому счету, то, что происходит, это вот весь мир разрушен, люди могут, люди выжили только на станциях метро. И дальше они из этих станций делают какие-то города и государства, которые между собой там воюют, торгуют, договариваются о чем-то, а больше никакого мира не осталось, все остальное уничтожено. Вот и людям осталось, в общем, только существовать под землей. На станциях метро, которые выглядят то ли как храмы, то ли как музеи, то ли как вообще непонятно что. Все это находится под землей, вырыто при помощи, сооружено при помощи техники и технологий, которых больше нет. То есть ты живешь в пространстве, созданном для тебя твоими предками. В их эстетике. Бесконечный Ленин, революция, Великой Отечественной войны, партизаны. В зависимости от того, что и где, в принципе, все прошлое, 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 прошлое. И в принципе, такое храмовое как бы сооружение. Дима, ты же не оставишь все так. Ты же не оставишь все так. Метро — это трилогия, оно там закономерным образом развивается. Но, в общем, ты говоришь об источниках вдохновения. Вот, наверное, такие. То есть это личный какой-то мой опыт из жизни в постсоветской России в 90-х годах. Ну и плюс, конечно, само Метро. Потрясающе. Вот скажи, ты начал писать эту книгу, ты ее увидел. Ты увидел все эти события, собрал все, что ты сейчас рассказал, стал писать книгу. Каким образом ты перешел на написание сценария? Вот я сейчас перейду к фильму «Текст», к потрясающему фильму. Я его посмотрела, я, конечно, «Валдан», сама история. Ну, потому что на ровном месте создается вот история, которая реально могла бы произойти с человеком. Почему-то очень часто и в том же Голливуде и везде все фильмы, они строятся как бы на каких-то очень банальных сюжетах, и актеры вытаскивают своей личностью. А здесь сама история настолько потрясла, как тебе это пришло в голову, и каким образом ты переквалифицировался. Вот я читаю комментарии. Друзья, простите, что мы не зачитываем комментарии, мы все это прочитаем или потом, или попросим Дмитрия вернуться к нам через две недели и зададим все эти вопросы. Здесь есть англоязычная публика. Сейчас я на одну секунду. Guys, those who doesn't speak Russian, we're gonna translate this show and you're gonna read in English what we're talking about. Вот. Текст. Как ты, да, как ты начал писать именно сам сценарий? Проходило ли ты обучение этому? Походят великие вещи. Это практически необъяснимо. Но, может быть, ты помнишь Экст? Что касается сценарной работы, то я первый раз попробовал свои силы лет, наверное, получается, 10 назад, когда речь шла о том, чтобы в первый раз адаптировать, речь шла о том, что в первый раз зашла речь о том, чтобы адаптировать «Метро-2033» в ЭКО, чтобы это была экранизация в Штатах. И тогда я работал с продюсером Марком Джонсоном, который сделал фильм «Человек дождя», потом он сделал «Хроники Нарнии», и с последнего от него сериал во все тяжкие из таких заметных проектов. Гранд Виа Продакшн Марк Джонсон. Он какое-то время занимался проектом «Метро». Они брали различных сценаристов, молодых, начинающих, которые должны были бы им какой-то скрипт написать, не получалось. Потом я сам решил попробовать написать и два или три варианта сделал. В итоге это не пригодилось мне для чего, и мое представление о том, как устроено... Во-первых, трудно свою собственную историю адаптировать было, в особенности тогда, тем более такую объемную историю, как «Метро-2033», там книга на 500 или 600 страниц, в Германии все 800, потому что язык такой достаточно громоздкий. И все, было очень трудно понять, что оставить, чем пожертвовать, и потом на английском. В общем, короче, в работу этот сценарий не пошел, но я представление о том, что и как нужно делать, получил. Конечно, читал какие-то книжки по драматургии американские, но заниматься не занимался. Слушай, ну вот очень многие сейчас спрашивают, почему Эдбио до сих пор не сняли сериал на тему «Метро-2033», это же настолько уникальная тема. Я помню, что мы с тобой немножечко говорили об этом, что у них тупо нет нашего метро, в котором можно такое развернуть. Это так? И как вообще вот дальше? Ведь такая история уникальная, она должна быть скранизирована. Это не может быть фильм из трех частей, как «Три полных метра». Это должен быть действительно громадный сериал, где не надо ни жертвовать ни одной страниц того, что ты написал. Вот вернемся к «Метро». Почему? Куда дальше? Что происходит? Ты знаешь, в общем, что касается «Метро», то с нашей точки зрения, с моей точки зрения это уникальная история, с их точки зрения это постапокалиптическая фантастика. И каждый канал, который там приносишь, они тебе говорят, «О, у нас уже we have it on our slate». То есть у них уже это есть, какой-то другой постапокалиптический проект, с которым это будет конкурировать. Если у них уже есть такое сейчас в обоиме, или они только что купили другой такой, то все, они больше брать это не будут, потому что им два одинаковых проекта не нужно. Им, допустим, нужен один про космос, один про постапокалиптику, один там мрачный жизнеутверждающий, что-нибудь такое. Вот так принимается решение. Имеется, в первую очередь, они реагируют на те проекты, которые уже доказали себя в Штатах. Потому что Штаты это полрынка мирового. Есть Штаты, есть Кинг-Конга снимали, или так его будут переснимать одного Кинг-Конга год за годом. В редких случаях бывает, что истории не американские и преимущественно на Нетфликсе, которые все-таки видят себя не как компания ориентированная на Штаты, а как компания ориентированная глобально на мир. Вот начинают какие-то европейские истории тоже заходить. Манни-Хайс, что называется. Наши фильмы, они же тоже уже стали довольно круто снимать, тот же текст посмотреть, есть стилистика и все. Видишь ли ты, что наши снимут это и будет это или фильм все-таки, или ты видишь многосерийную картину? Мне кажется, это многосерийная картина, конечно, я не спрашиваю, но хотелось бы что-то Endless. купил холдинг Gazprom Media, купил права на экранизацию метро в прошлом году и вот они сейчас пишут сценарий, то есть будет точно русский фильм какой-то. А кроме того, я надеюсь, что может быть у нас через какое-то время договориться и об англоязычном сериале, но пока эти все мои попытки, бесконечно долго продолжающиеся, лет 10 реально ни к чему не привели, и я вот воочию убедился в том, что американский рынок, конечно, очень сильно закрыт и очень конкурентен. Закрыт не потому, что, скажем так, есть какое-то предубеждение против российского контента, это неправда, и российские сериалы в последнее время, которые изначально снимались на русском языке, достаточно успешно выходили на Западе, их потом Netflix брался себе в кинотеатр или там Amazon, и, например, там «Лучше, чем люди» сериал с Паулиной Андреевой, и вот он очень успешно прошел на Netflix, хотя изначально был на русском языке, и там был Сатит Роун просто. Ну вот, кстати, буквально недавно в эфирах с Брэдом Ратнером мы говорили о том, что российские фильмы стали очень хорошо заходить там, и что их смотрят, и вообще мир интересуется тем, что происходит здесь у нас уже наконец-то. Ратнер просто интересуется русскими девушками, как бы он, ну, это известный факт, поскольку я тоже не знаю, и поэтому он может сказать, Брэд Ратнер великий фильммейкер, великий фильммейкер, я знаю его уже очень-очень много лет, наше знакомство, оно вообще никаким образом не связано с его пати, и так далее, да, вот эту индустрию. Но, кстати, я тебе скажу, что Брэд настолько профессионален на площадке, первый раз я его увидела именно на площадке фильма, они снимались с Джеки Ченом, так как я дружу с Эйвой Чао, это жена мистера Чао, я вас обязательно познакомлю, я знаю, что ты часто бываешь в Лос-Анджелесе, и в тот момент у меня была возможность увидеть, как снимается массовый фильм, мне было там 20 лет, я была Ирина, вот, но, конечно, бывает так, вот человек создает, например, там какие-то шедевры, вот, да, которые весь мир знает, смотрит классику, потом какая-нибудь статья какую-то, да, вот как вот недавно мы обсуждали с несчастным, посаженным на всю жизнь человеком, вот, и про него только на эту тему начинают, вот, поэтому, когда мне кто-то что-то говорит, ну, на тему брата, я всегда говорю, ну, а что, человек не женатый, почему не сделать комплимент красивой женщине, а он же мужчина, вот, поэтому, мне кажется, этим он и занимается, да. Возвращаясь к тому, почему я про него вспомнила, это именно потому, что вот, ну, фильмы, которые снимают и у нас, они стали очень популярны для всего мира, то есть, и американцы, и англичане, они стали смотреть наши картины. Ты болеешь за экранизацию своей картины, или ты так устал от того, что вот так они, его то туда, то сюда, то ты с ним ездишь, и у тебя есть чувство упадничества, или ты болеешь за эту картину, тебе важно, как ее напишут, как ее снимут, кто будет исполнять партии твоих персонажей, будешь это участвовать, или ты вот уже дальше пошел, уже дальше будешь что-то писать, какие-то фильмы делать, я давно уже пошел дальше, конечно же, я давно уже пошел дальше, и, ну, просто невозможно, знаешь, ты просто перегораешь, и невозможно, когда-нибудь даже 2-3 года, когда с тобой все происходит, когда с тобой встречаюсь в первый раз, я тебе говорю сейчас, ну, по твоей книге, а тебе еще 27 в то время, сейчас мы книги, снимем фильм в Голливуде, конечно же, ты думаешь, ничего себе, со мной сказка, ты вкладаешь прям сказку, и ты сидишь в Голливуд, и там, знакомишься с какими-то людьми, ты с ними там обедаешь, ужинаешь, ты у них там дома, и все ты видишь, как вокруг, а вокруг куча историй успеха таких же людей, которые вот выдернули какой-то точки мира, любой, там, какого-нибудь француза, какого-нибудь испанца, еще кого-нибудь, и вот он вдруг становится мировой знаменитостью, произошла, ну, то есть, она со мной до какой-то степени случилась, но в меньшем масштабе и не overnight, то есть, это не то, чтобы вдруг у меня какая-то удачная книжка, и вдруг меня там раз закинули в Голливуд, и вдруг я все, то есть, вместо этого мне пришлось, там, 10 с лишним лет постепенно куда-то двигаться, через переводы книг на иностранные языки, через, так сказать, постепенное признание, через то, что книги становились бестсельными в разных странах европейских, не знаю, там, в Германии, во Франции, без смену жанров, стилей, то есть, это совершенно оказалось другой, это не overnight success, вообще был, хотя в какой-то момент казалось, что вот это может случиться мной, я не знаю, хорошо это или плохо, потому что, когда с тобой случается глобальный успех в 27, допустим, если ты поп-певец, тебе все равно, как бы, чем раньше, тем лучше, потому что, там, 40, это уже только рок, а поп уже поздно, то есть, ты должен быть сладким мальчиком, и ты должен прославиться немедленно, с писателем, мне кажется, это хорошо. У тебя грандиозный успех, вот у нас братья Стругацкие, Глуховские, и, собственно, Пушкин, понимаешь, ну, то есть, у тебя успех, как писателя, как человека, который, понимаешь, он мировой, и лучшего, сейчас пока конкурирующего, рядом никого нет, ведь киноуспех, он разовый, после фильма выходит следующий фильм, а книга, она увековечена, поэтому ты на себя не наговаривай, ты в истории уже, уже и так, поэтому, наоборот. Я не наговариваю, я не наговариваю, на себя точно все большего. Будет всегда. на себя точно все большего, во-вторых, ты знаешь, российский успех, меня как-то интересовал, ну, постольку-постольку, поскольку, то есть, мне всегда был интересен, конечно, захват вселенной, вот, и я изначально был ориентирован именно захват вселенной, а уже оттуда, захватив вселенную, можно было бы тогда возвращаться на пенсию в Россию, и, в принципе, вся моя жизнь была до сих пор построена именно так, чтобы, ну, то есть, знаешь, в чем дело, как ни был бы я хорош, все равно, не для российской критики, не для российского писательского сообщества, ты, ну, в России нельзя быть, ну, кто лучше, Достоевский или Толстой, все равно есть люди, которые, значит, пушкинисты, которые громят, там, любителей Лермонтова, ну, то есть, и мы говорим сейчас об абсолютных гениях и каких-то грандиозных величинах, что говорить про современников, никто ни для кого не авторитет, значит, дружат люди с кем-то против других, бессмысленная возня, и, в общем, по каким-то образом даже попытаться добиться признания в России мне всегда казалось тупиковой какой-то историей, я думаю, что лучше я буду заниматься какими-то историями более глобальными, может быть, ну, то есть, я не думал о том, что, ну, так сказать, как это сказать, отказываться от корней своих, то есть, я, наоборот, ни в коем случае ни разу не пытался сказать, что я, мой писатель, не русский, то есть, скажем так, это то, что является частью бэкграунда твоего, то, что является частью твоего образования, то, что является частью, ну, словом, материнского молока, на котором ты вскормлен, взросшен, это всегда, навсегда с тобой, и я, ну, то есть, безусловно, это краеугольный камень и моей какой-то собственной личности, и творческой идентичности, вот, но дальше я, как бы, просто не хотел на этом зацикливаться, каких-то, что называется, на французском есть такое выражение, франко-французский, то есть, исключительно ориентированный на национальную культурную идентичность, а русских для русских и никому, то есть, есть такие авторы у нас в стране, которые запределили делами русских непонятно никому, потому что спектр проблем и язык, и метод, о которых они говорят во Франции, в Германии, в Испании, есть какой-то бонус дополнительный, что я могу, зная жизни в других странах, могу каким-то образом синтез это создавать, и русское ощущение какое-то от литературы, от своей работы, доносить до людей в других странах. Дмитрий, расскажи, а вот про, допустим, пандемия сейчас мировая, тоже постапокалиптическая тема, очень близка к фантастике, которую ты любишь и очень хорошо умеешь описывать. Были ли у тебя уже на сегодняшний день какие-то мысли по поводу истории или написания книги или какого-то приключенческого фильма, не дай бог, основанного на реальных событиях, какие мысли, если они есть и ты уже над этим работаешь и не хочешь раскрывать секрет, расскажи хотя бы план Б, может быть, есть какой-то вариант истории, которая пришла тебе в голову, когда только все это пандемия, весь этот ужас начались, и поделись, пожалуйста. как только это все началось, мне знакомые люди предложили из Лос-Анджелеса как раз предложили написать сериал про пандемию. Это было через полторы недели после начала. Я, ну, то есть, еще никто ничего не сделал, и я такой, первое, что у меня в голову, что, конечно, сейчас все бросятся это делать. И тут просто пока эта вся история не устарела, пока интерес к ней остр и жив, надо очень быстро сориентироваться и что-то сделать, казалось мне. Я за полторы, две недели написал четыре серии, фактически, четыре короткометражных фильма, которые должны были потом таким альманахом объединяться в сериал. Про то, как люди учатся жить в изоляции, в ощущении опасности, вот именно по, то есть, не фантастика, а именно по ситуации с пандемией коронавируса. Но, к сожалению, человек, с которым я собирался работать, не обладал нужными какими-то связями и не смог ничего с этим материалом сделать. За это время запустились там, не знаю, богомолов, молочников, слепаков в России только, ну и плюс тетенька, которая делала Orange is the New Black, запустила сериал на Netflix на такую же тему, в общем, так же сформулированную, как я думал сформулировать, ровно про то. Вот. И все это вот оказалось немножко в мусорную корзину написано. И это были первые три недели моего карантина. Вот. Дальше, что касается дальнейшего, я решил, что зато есть возможность, наверное, достать какие-то наиболее позабытые мной проекты, да, которых нет никакой срочности с разработкой и взять и попытаться каким-то образом размять сейчас, раз все равно уже ты сидишь дома под домашним арестом, выйти никуда не можешь, то есть взять какие-то более долгосрочные вещи, которые, может быть, иначе до них вообще руки вообще никогда не дойдут. И вот сейчас я там пишу такой триллер. Сценарий триллера, соответственно, пишу, не книгу. Ну и плюс у меня в очереди стоит роман, стоит продолжение потенциальное аудиосериала «Пост», который у меня выходил в прошлом году для европейского сервиса Storytel аудиоконтента. Вот. И, в общем, вот такие вещи. Немножко, конечно, сложновато концентрироваться, но я, к сожалению, в отличие от Пушкина, который в Большом Болдина во времена Холеры писал «Маленькие трагедии» и там еще что-то он написал в это время. У него был очень продуктивный. Но он там сидел один с крепостной какой-то бабкой. Оказывается, с крепостной бабкой и вокруг Холеры и все девушки не выходят с тобой на свидание. Понятное дело, что больше ничего вписать. Расскажи о своей обстановке. Ты говоришь, что тебя отвлекает? Ты находишься где? Как это все происходит у тебя? Что тебя отвлекает? И еще очень важный вопрос, прости, что перебила, что тебя также вдохновляет на написание чего-то? Вот сейчас что отвлекает, где находишься, в какой обстановке, как состояние твое, собственно, ну и да, как ты потом ищешь вдохновение на то, что ты писаешь? Ну, я сижу дома, в квартире, два месяца уже никуда практически не выходил, кроме как за продуктами нахожусь в квартире, собственно, с детьми, и поэтому дети мне, как бы, с одной стороны, это безбесконечный источник счастья, а с другой стороны, поработать, чтобы сосредоточиться, это не вариант, если честно. Вот, я решил, что я, ну, чтобы извлечь максимум какой-то, я вот слушаю курсы по биологии поведения человека профессора Стэнфордского университета Роберта Сапольски, на ютюбе лежит, всем рекомендую, взял себе курсы испанского языка, подтянуть испанский, потому что он у меня был недостаточно хорош, два часа в день, а с какалки, с какалки, я выхожу, значит, и прыгаю на скакалках, вот, допрыгался до трех тысяч раз в день, никогда у меня таких результатов не было, я уже тут готовлюсь, готовился вообще старость встречать, 40 лет, само понимание, для мужчины такой возраст очень трагический, критический, как это, самый трудой возраст, ну, как бы, да, ну, вот, даже там седина пошла, и все эти моменты, это такой, блин, уже пенсия вот где-то, уже где-то видна. надо сказать, ты хорошо выглядишь, видно, что скакалка, видно, что бывает, не сходить за детьми, да, форма, формы изменения видны, вот я вижу, что в комментариях ты про прическу, и про... скакал, и все приветствуют, и очень рады, вот, то есть твой день, это скакалка, дети, которые тоже, в общем-то, как тренажер, у меня у самой четырехлетний сын, который постоянно залезает. да, да, да. Как ты вдохновение находишься? Плюс еще вот за это время посмотрел, вот, значит, ты знаешь, основной, наверное, источник сейчас вдохновения, это классика, классика кино, которую я, наконец, получил возможность посмотреть. Масса вещей, которые я откладывал, или которыми я жертвовал, там, в пользу сериалов, например, да, ну, гораздо проще решиться начать смотреть сериал, и потом от серии к серии, когда у тебя уже эмоционально инвестировался в одних героев, тебе, как бы, не нужно убеждать себя заново, там, предыдущий. Расскажи, что посмотрел, и что больше всего. Я смотрел фильмов, наверное, 10 Бергмана, меня, кстати, я начал вообще более-менее понимать, за что этот режиссер ценится, за какие решения, находки, и особенности на фоне остального происходившего в это время в европейском или американском кинематографе. Вот. Ну, дальше Тарковского пересмотрел, дальше Линча, ну, не знаю, там, какие-то фильмы Гадара, ну, в общем, мои главные, конечно, достижения, это Тарковский, Бергман и Линч, в которых я хотя бы теперь не дышал, я начал в них разбираться, это нет, но я хотя бы понял, в чем сила их. Вот. И если до тех пор, до этих пор я был преимущественно ориентирован на сюжетное какое-то кино, на зрительский нарратив, то сейчас я впервые, как ни странно, за все это время начал в большей степени ценить не сюжетное кино, а кино такое, использующее киноязык для передачи таких других ощущений. То есть, не рассказывание сюжета, условно говоря, да, вот кино как искусство. Подтекстово. Да, подтекстово, где много... Подтекстово, попытка воспроизвести, там, не знаю, там, допустим, сны, как у Линча, или попытка воспроизвести на экране воспоминания, как у Тарковского, или ассоциативные какие-то ряды. Ну, так сказать, какой-то радикализм, который у Бергамена есть, и так далее, минимализм при этом такой скандинавский. Ну, то есть, эти все вещи, которые, без которых, в качестве референсных пунктов, ты по-другому вообще воспринимаешь фестивальное кино и коммерческое кино. Теперь, когда это появляется в твоей системе координат, тебе интереснее и фестивальное кино смотреть. Ты видишь референс, ты видишь корни, ты понимаешь, как бы, с чем и как это можно сравнить, куда можно двигаться. И главное, самое, к вопросу о вдохновении, что тебе это дает определенный заряд уверенности в том, что ты тоже, наверное, мог бы что-то сказать. Не так, допустим, хорошо, не так, допустим, пронзительно, и может быть, ты уже сейчас старший автор, в то время, когда они пропускали. Но, тем не менее, дает это тебе смелость дерзать и что-то свое собственное делать. Конечно, потому что все гениальные пройдены через Ри. Все, что так сильно запомнилось, это люди, которые не спрашивали разрешения, заходили за рамки. Я вот пересмотрела Гая Ричи полностью, мне очень понравилось то, как он рассказывает историю. У меня раньше как-то даже очень много интересных картин удалось пересмотреть за это время, и везде действительно один такой глобальный вывод, как ты сказала, что надо рисковать, потому что если делать все по правилам, то никакого эффекта неожиданности или какого-то твоего собственного вложенного не получится. С одной стороны, а с другой стороны понимаешь, надо знать правила, чтобы понимать, где ты их нарушаешь и для чего. Я серьезно говорю, потому что когда ты знаешь конвенции, правила, рамки, и ты понимаешь, для чего они нужны, то есть в конечном итоге в любом случае это все, кино это искусство манипулирования человеческими чувствами и разумом, но главным образом конечно чувствами, ощущениями. И рамки эти, жанровые рамки в первую очередь, сценарные, драматургические конструкции, монтажные какие-то решения, они нужны для того, чтобы человека ввергнуть в одно чувство, в одни ощущения чувства или дать ему какие-то, придать ему другие чувства, импульсы. И если ты нарушаешь слепо, не разобравшись, для чего это было нужно и почему это так работало, то ты не достигнешь ничего. а если ты знаешь, для чего это было надо, как это в целом на зрителя работает, на зрителя менее скушенного, на более скушенного, на ребенка, на взрослого и так далее, то когда ты эти рамки сознательно нарушаешь, оттягивая развязку, например. Ну, взять меланхолию, к примеру, потрясающий фильм, где, в принципе, нарушены основы, да, вот, стори там, по сути, насколько мы вместе с этой героиней шли, да, через вот эти эмоции, то есть, конечно, не нарушать базу в плане, да, соотношения своей личности с героем, которого экранизируешь, безусловно, есть какие-то правила, те же самые, да, универсальная правда, например, и так далее. Вот. То есть, словно говоря, если ты знаешь, для чего нужны правила, и ты думаешь, что ты свою историю расскажешь лучше, если ты эти правила обойдешь, или ты обманешь зрителя сейчас, который ждет от тебя рассказа, по конвенциям, а ты возьмешь и там чего-то не дашь, или чем-то, наоборот, дашь слишком много, но это все сработает на твою историю, сработает на те ощущения, которые ты сможешь у зрителя высечь, как бы, как искру, то тогда это все оправлено. Поэтому, в общем, все это разговор к тому, что, да, не надо бояться правила нарушать, надо сначала понять, как они функционируют, и для чего они, главное, нужны. Вот. Но в любом случае, это, безусловно, очень вдохновляющий опыт, когда ты можешь соотнести свои какие-то размышления, и тем более увидеть в работах классиков размышления на те же темы, которые были у тебя, в общем, в работе, например. То есть, ты собирался эту тему писать или хотел сценарий какой-то создать за одну тему, только ты видишь, а, окажется, Тарковский это сделал. Ну, слава богу, с одной стороны, что он это сделал, с другой стороны, значит, что он был на верном пути, просто немножко припоздал на 40 лет. Вот. То есть, что не страшно, в принципе, потому что есть другие всяческие идеи, это была не последняя, но значит, то есть, он ее как бы валидировал вот так. То есть, он тем, что он создал нечто похожее на то, что собирался, допустим, я делать в книгах, а он там вот снял фильм «Зеркало». И с одной стороны, это как бы, оказывается, это сделал, но с другой стороны, ты был на правильном пути, я был на правильном пути, и все мои сомнения в том, будет ли это кому-то интересно, сможет ли это, значит, резонировать с людьми, оказались напрасными. Надо было делать. Все равно. Или можно все еще сделать, просто принимая теперь во внимание то, что ты сделал на Тарковском. Ты или в процессе творческом, когда ты творишь, а как только ты выпрыгиваешь из процесса и пытаешься оценить себя со стороны, как это будет для кого и кто это делал, это уже немножко продюсерская работа, и очень сложно талантливому человеку вот как-то, сочетать вместе и талант произведения какого-то, да, производства, и умение это все оценить со стороны, продать, да, и как-то это подать. Это очень сложно на самом деле, быть. Ну, я так скажу, по моему опыту, никогда во время работы над книгой или сценарием нельзя думать, запрещено просто думать о том, кого это заинтересует, кто целевая аудитория, будет ли это успешно или будет успешно, не надо пытаться понравиться какой-то воображаемой аудитории и так далее. это просто, но многие люди пытаются это делать и заканчивается это все для них плачевно, заканчивается мертвяком, то есть это мертворожденные какие-то продукты вместо того, чтобы стать живыми и бессмертными иногда даже произведениями, в данном случае я не про себя говорю. То есть если ты просто отдаешься на волю волн, условно говоря, следуешь своей интуиции и пишешь, не важно какую вещь, не важно для кого она, для мужчин, для женщин, для сверстников, для детей. Просто чувствуешь, что у тебя вот душа звенит, понимаешь, она как бы вот ты вступаешь в резонанс с вещью, это правда в ней есть и есть чувство, какое-то ощущение тебя увлекает. Все прекрасно. Ты находишься в процессе. Да, так же как в актерском мастерстве нельзя хотеть быть звездой, надо любить процесс. Дима, у нас осталось две минуты. Очень много хочется еще чего спросить. У меня был вопрос и что ты все-таки предпочитаешь больше душа твоя. Это кино, история, написание книг или журналистика, которой ты очень много раз занимался. Я хочу попросить тебя вернуться к нам в эфир. У нас было очень много гостей и вопросов. Предлагаю через две недели встретиться снова и пройтись по вопросам, которые нам задавали. И я бы услышала от тебя все-таки, что ты больше всего предпочитаешь сам, как, да, triple threat, as we say, человек очень талантливый в сфере слова, написания, видения. Было очень приятно. Я боюсь, чтобы нас не оборвало, не отключило, попрощаться заранее. Вот. И сказать о том, что мы должны встретиться еще раз с часового эфира с таким человеком, как Дмитрий Глуховский, написавший великую трилогию «Метро», а также фильм «Тексты», который еще много-много-много раз будет нас радовать своими потрясающими произведениями. Вернется к нам через две недели, обещаешь? Обязательно. Награли срок. Есть слово. Спасибо тебе еще раз за эфир. И да, ребята, отправляйте свои вопросы. Мы продолжим. Мы поговорим еще и о журналистской, и по статье, и обо всем том, что творится в уме такого гениального человека. Дмитрий, спасибо тебе. Пока-пока. Ладно, ты должен уметь принимать комплименты, потому что почитай, что пишут тебе люди. Обнимаю, дорогой. Спасибо еще раз. Увидимся через две недели. Пока-пока.